Как я вам рассказал, для информации, которой нам всем так не хватает, я бы назвал видовца молодого Ивашкевича, который, значит, только что опубликовал еще и интересную повесть, поскольку один из главных героев у него польский поэт Адам Ницкевич, то через Ницкевича в сюжет введены и Шопен, и Жорзан, и Бальзак, и где-то так на фоне еще и Георгес Бетхойна, то есть, когда молодой представитель, как материал, что ли, вдруг иметь вот такую публику, это само по себе, я бы сказал, это сильно энергетическое движение не подстроено, это мощный толчок. Я думаю, что первый его роман, который мы напечатали, он назывался «Зеленый» и вызвал буй в Литве, поскольку о «Зеленых» там, сейчас, когда национальный период, только время поговорить, у него несколько иной взгляд был наличный. Других, естественно, очень хороший контакт у нас с грузией и с богатой очень грузинской литературой и грузой. Одну из книг я вот вчера подарил в библиотеке и повторю, что в своей рецензии, напечатанной в новой газете, Станислав Рассалин назвал этот роман «Отаро Челадо», как он написал этот роман. По-моему, это единственное на всем постсоветском пространстве за весь постсоветский период литературное событие. И событие, за главными грузами, забрал все слово. То есть, я могу продолжить и обойти по чьему вопросу в советском пространстве. Очень хороший.